Да, на каком-то журнале? На что? Затащить многокилограммовую коляску на четвертый этаж – задача не из простых, особенно для хрупкой девушки. Но с этой миссией молодая мама Елена справляется. В доме на Строгановской 9 есть лифт. Только вот ездить в нем приходится на свой страх и риск. В этом доме мы живем 16 лет и, по-моему, ни разу не меняли лифт за это время. Кнопки заедают, часто останавливается. Кнопка вызова диспетчера не работает, кнопка звонка тоже плохо работает. С коляской страшно, еще до беременности часто застревала, а теперь вообще боимся ездить. В этом году долгожданный шанс на комфортную и безопасную доставку до этажа появился. Дом попал в краевую программу по замене лифтов. Посчастливится, правда, жителям только двух подъездов. А вот в соседней девятиэтажке на Дощиняково 10 заменят все четыре подъемника. Повезет и жителям Строгановской 19. Оба устаревших лифта там вскоре тоже отслужат свой срок. А вот в левобережной части города в программу попали только два дома. Это Мира-62. Здесь заменят 10 лифтов. И еще четыре подъемника поменяют по адресу Мира-108. Общая стоимость работ в Березняках в этом году превысит 47,5 миллионов рублей. Договор на замену лифтов с московской фирмой заключили еще 14 февраля. Демонтаж и установку новых подъемников необходимо выполнить за год. Если же говорить вообще про ситуацию в Пермском крае, то напомню, что до конца 2020 года нам необходимо провести работу по замене более тысячи лифтов. На сегодняшний день уже проведена работа по замене 490 лифтов в 190 многоквартирных домах. А вот в прошлом году в Березняках заменили лифтов почти в три раза больше. Тогда в программу попали сразу 17 домов. Кстати, в соседнем Соликамске уже успели заменить все старые подъемники. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. Новости Верхниками.